Привет, друзья! Меня зовут Рыбалка Юрий, с кем не знаком. И сегодня речь пойдет о первопричинах, так называемых, в кавычках их возьмем, заболеваний. Давно хотел вам рассказать, озвучить, показать эту тему большую, красивую, уж тем более логически так получается, что из моих публикаций вы уже многое знаете о лимфатической системе, откуда там появляется всевозможное нарушение. И очень рекомендую к просмотру это видео для всех тех, кто хочет действительно разобраться в первопричинах проявления всевозможных симптомов. Речь пойдет в первую очередь о нашей биохимии, элементарной физиологии, все простым языком будет изложено. Вопросы психологии, психосоматики, энергетики сейчас пока что опустим, сосредоточимся на конкретных вещах. Ну ладно, давай бухти мне. Лично я приветствую восточный концептуальный подход к здоровью человека, где все имеет свои причины. Есть гармония какая-то в нашем теле, есть взаимосвязь. Не бывает такого, что один орган, барахлит, выходит из строя, а со всеми остальными порядок. Если где-то есть избыток энергии, то где-то в теле может отражаться как недостаток энергии. Ну говоря словами более понятной с точки зрения западной концепции, к примеру, есть воспалительный процесс, есть какая-то боль, да, то это избыток энергии. Есть снижение функций, значит, в нашем теле есть где-то еще гипофункции. То есть гипер- есть гипофункция. Западная концепция, она, знаете ли, базируется на таких слонах, что ли, точных, определительных вот этих анализов, диагностических исследований, где можно все пощупать, посмотреть, увидеть, посчитать. Восточная же, повторюсь, созерцает взаимосвязь всего со всем. Восточная концепция. И если где-то есть нарушения в тех же потоках восходящих, нисходящих энергий, есть застой этих энергий, когда идет воспалительный процесс, болевые те же самые ощущения. И для того, чтобы выровнять общую картинку, необходимо рассеять как-то этот стресс. Опять же, запустить энергетические потоки, чтобы все правильно циркулировало у нас, все работало. Ну, смотрите, бывают ситуации, допустим, психоэмоциональный стресс для человека имеет воздействие, имеет место быть. Есть стресс физико-химический, накопление токсинов, соли тяжелых металлов, патогены всевозможные, которые вызывают неприятные ощущения в нашем теле. Есть стресс структурного характера, то есть это какие-то травмы, ушибы, переломы, операция какая-то. То есть и любой стресс с точки зрения восточной концепции, он выбивает прямую нашего метаболизма, то есть есть какая-то прямая метаболизма, где как бы все посрединке, золотая середина, помните определение? То есть равновесие, вот на этом зиждется и западная, и восточная концепция. Западным языком все органы должны функционировать в определенной норме, есть показатели для каждого органа, есть артериальное давление, есть частота сердечных сокращений, дыхательных, частота дыхательных движений и прочее, прочее. Восточная концепция, она как бы более простая для понимания и говорит о том, что стресс нужно как-то нивелировать, нужно его рассеивать, нужно выравнивать, возвращать вот этот метаболизм в свое русло, то есть все должно быть четко в равновесии. А вот как же найти, нащупать вот эту золотую середину между западной и восточной медициной? Смотрите, друзья, как ваши покорные слуга это понимают. Во-первых, нужно взять самое ценное, самое объективно важное оттуда, и из восточной медицины, и из западной, и найти действительно то, что больше подходит именно нам, то, с чем мы больше всего резонируем. Главное, чтобы это было просто для понимания. Будь проще и говори на понятном языке для людей. И, конечно же, через практику, через свой личный опыт подобрать наиболее подходящие схемы, программы, методики, как угодно. Смотрите, друзья, приведу конкретный пример. Вот, видите, эритроцит, который поражен токсинами, которые находятся в теле человека, конкретного человека, у которого взяли каплю крови, увеличили в 2000 раз. И вот мы с вами сейчас ее вкратце рассматриваем. Самое важное, что прочие эритроциты, вот эти наши формные элементы, которые переносят кислород от легких к тканям, к органам, к каждой клетке нашего организма, они подвижные, они отдельно друг от друга. Это немаловажно, поскольку переносят кислород, эритроциты, друзья, всей своей поверхностью, вот всем своим кругляшком. Плазма, ее в норме должно быть 65-70%, здесь приблизительно плюс-минус так. Ну, единственная претензия, чуть-чуть недостаточно насыщенный по цвету эритроциты. Быть может, недостаток небольшой гемоглобина, легкая анемия, но это все решаемо, можно подкормить хлорофилом, все будет в порядке. Ну, то есть, к этой крови особых претензий так и нет, можно сказать. А вот здесь, друзья, смотрите, склеены сгруппированные эритроциты, и здесь поверхностью всех склеенных эритроцитов переносится кислород. Так вот получается, и это уже кровь другого человека, вот такая картинка. И как вы думаете, друзья, сможет ли такая кровь переносить кислород куда надо и так, как положено? Объективно, нет. Нет. И не предвидится. И здесь, гадалки, прям не ходи, можно смело утверждать, что тот человек, чья это кровь, может испытывать следующие симптомы. Рассеянность, невнимательность, забывчивость, то есть ухудшение памяти, периодически головные боли, и все почему? Потому что он испытывает гипоксию, недостаток кислорода. Не будем забывать, что 40-50% потребности нашего тела в кислороде обеспечивается центральная нервная система, наш головной мозг. Представляете, вот мы вдыхаем, 40-50% на нужды идет центральная нервная система, которая является, на минуточку, регулирующей и управляющей системой нашего организма. И еще пару занимательных фактов. Смотрите, друзья, порядка 30 миллиардов у нас эритроцитов, я не знаю, кто их посчитал, но ими можно покрыть половину футбольного поля. Такие цифры. И, скорее всего, я некорректно назвал, что они являются собой форму виноградинок. Это как диск, форма диска, вот так будет точнее. И причем они очень эластичные. Для чего? Для того, чтобы проникать в тонкие, самые тонкие капилляры. Это сосуды сердца, головного мозга, повторюсь, это наши глазки. Если эластичные сами вот эти эритроциты, они свободно проникают, приносят столь необходимый кислород. Вот, к примеру, у диабетиков зачастую наблюдается, что эта эластичность как-то снижена, нарушена, и мелкие капилляры могут закупориваться. Тому наглядный пример. Ну вот у многих, у кого в семье, допустим, есть люди с повышенным сахаром, у многих диабетиков проблема с ногами, с циркуляцией крови в ногах. Есть застойные процессы. С чем это связано? Вопросы, вернее, друзья, ответы лежат на поверхности. Сахар в стакане воды куда оседает? Оседает вниз. Вот представьте, что мы – это стакан воды. И туда все тяжелое, опускается, повышен сахар. На то есть свои причины, их тоже будем разбирать. Но вообще, друзья, две основные причины, из-за чего получается густая кровь, две объективно, их не 25, именно две. Это первое – количество и качество воды, которое мы пьем с водой. Более-менее все понятно. Если кровь неподвижна, если мы мало пьем воды, кровь густеет. И вторая причина – это нагрузка на наши внутренние органы, такие, к примеру, как поджелудочная железа и печень. Наши внутренние органы вырабатывают определенные соки, которые способствуют перевариванию пищи на более мелкие кусочки. То, что мы прожелываем пищу, проглатываем, это же не значит, что такими еще крупными кусками она в кровь попадет. Конечно же, нужно ее разобрать как-то. Желудок выделяет соляную кислоту для переварения белков. Наша печень вырабатывает саму желчь, которая способствует расщеплению жирных кислот, всякие жирные остатки, чтобы у нас разделялись на жирные кислоты. Расщепляют что? Жир. Жир. То есть жирную пищу переваривает что? Печень. Фух. Гениально. Чтобы у нас уже на уровне крови было усвоение, допустим, чтобы вот там уже у нас усвоилось глюкоза, аминокислоты, минералы, витамины. То есть мельчайшие-мельчайшие вот эти вот все частички. Но если по каким-то причинам или мы недополучаем с продуктами питания, живых ферментов для того, чтобы поддерживать нашу поджелудочную железу, не все же она должна выполнять такую непосильную работу. Если мы идем много вареной пищи или какие-то тяжелые продукты в виде мяса, хлеба там и т.д. Это происходят застойные процессы на уровне кишечника. И пища не разбирается на мелкие запчасти, на мелкие подробности, а более крупными кусками, более крупными молекулами, недопереваренные так называемые вот эти белки попадают в кровь из кишечника, недопереработанная, потому что не выделили соки необходимые. И это уже является хорошим, благоприятным фактором для того, чтобы развивались всевозможные патогены. И о патогенах тоже мы поговорим в формате очищения организма, потому что, друзья, мы для них обеспечиваем хороший ресторан, кухню, где все накрыто. Они не приходят туда, где нечем поживиться. И вот подоедать они тут, как здесь. Особенно, если есть застойные процессы, гнилостные, на уровне кишечника. Есть метеоризм, вздутие, брожение, гниение всевозможное. Потом же это все равно в кровь попадает. И уже будет препятствовать нормальной циркуляции крови. Уже густота крови будет повышаться. Это уже будет следствием. То есть причина – вода и нагрузка на поджелудочную печень. Можно даже немножко сузить недостаток живых ферментов в питании. Не помогут вам эти таблетки никоим образом. Картина такая. Вот сердце работает в определенном ритме всю жизнь, и день, и ночь. Оно толкает кровь по автомагистралям, дорогам и самым мелким тропинкам. Это наши артерии, сосуды, мелкие капилляры. Для того, чтобы проносить кислород в каждой клетке нашего большого тела. И если на этих дорогах автомагистральных есть пробки какие-то, колдобины всевозможные, сердце не будет ждать, когда эта пробка рассосется, но все равно будет вынуждено с большей нагрузкой толкать вот эти вот эритроциты. Вот во всех случаях у нас нет просто нормы. У нас есть целевые значения. Эту цель ставит врач перед пациентом, и пациент к этой цели идет, принимая лекарства. Мы не можем более трех минут прожить без самого ценного ресурса, без кислорода. Наши клетки от этого тоже очень страдают. Три минуты, и клетка может прекратить свое существование, неважно, на каком отдалении она на периферии, на какой находится. И вот врачи говорят, прими таблетку для того, чтобы снять симптом, естественно, для того, чтобы повышенное давление повышается, да, снимай симптом. Наверняка вы помните из рассказа в лимфатической системе, помните, сопли текут из носа. Надо закапать капли, чтобы сузить сосуды, чтобы сопли туда законсервировать, чтобы нос свободно дышал. Конечно же, он бежит в аптеку, покупает капли для того, чтобы закапать, и нос сразу задышит. То есть сужаются лимфатические капилляры, лимфатические сосуды. И в первую очередь действие подобных капелек направлено лишь на сужение вот этих сосудиков. А во вторую очередь уже на подавление инфекции. Здесь это точно такая же картинка, только наоборот. Таблетка расширяет сосуд, и склеенная кровь густая, вот эти все эритроциты, они способны проникнуть, но действие таблетки заканчивается, сосуд опять сужается, и опять требуется следующая таблетка. Люди 10, 15, 20 лет пьют таблетки, пока печень и почки не начнут выходить из строя, пока микрофора вся не будет уже, ну, благим матом кричать, взывать о помощи. И потом требуются другие таблетки, ну и так далее. Почему же у меня высокое давление? Одна из возможных причин, что реально вы хотите в туалет помочиться. Ну, такую бредятину, я просто не знаю, откуда они это берут? Риторический вопрос, почему врачи, которые занимаются вопросами крови, сосудов, сердца, изучают всевозможные патологии? Почему никто не разъясняет этот простейший для понимания даже школьника механизм? Даже по тому же питанию есть огромное количество информации, как поддерживать поджелудочную железу, какие продукты нужно кушать. Много в интернете информации, но вот катастрофическая нехватка нормальной качественной информации о воде, о ее, ну, очень важной роли для поддержания здоровья в общем и целом, потому что оттуда также начинается колоссальное количество вот этих симптомов. Вопрос повышенного давления, вопрос нагрузки на поджелудочную железу, язвенное всевозможное проявление, нарушение пищеварения, уложнение нашего тела изнутри, утренний душ, промывка межклеточных пространств для того, чтобы высвободить вот эти все водорастворимые токсины, чтобы сосуды были чистыми, почки чистыми, чтобы не было вообще всевозможных токсических примесей и так далее. Это все зависит от количества и качества воды, которую мы пьем. Если мы не будем соблюдать нормальный питьевой режим, то объективно концентрация солей, сахара, всевозможных кислот, токсинов будет в организме возрастать, будут нарушаться обменные процессы, даже опять же та же самая поджелудочная железа наша любимая. Сколько бы мы не кормили ее зеленью, потому что часто обращаются люди и говорят, «Вот я вроде бы уже пересел на правильное питание, и все хорошо, все в порядке, но все равно я чувствую какие-то дискомфорты внутри». Некоторые говорят, это вот, надо перестроиться, надо, чтобы привыкла наша микрофлора, чтобы она как-то переродилась. Друзья, без воды, как бы мы хорошо не обращали внимание на питание, дела не будет. Потому что, ну, знаете, это как велосипед с одной педалью, или, допустим, есть колесо в велосипеде, там есть несколько спиц, на одной, на двух не поедет. Обязательно надо учитывать фактор питания, воды, физические нагрузки, двигательно-активность, соответственно, с психологией, чтобы назвать, все пазлики должны быть на месте, но почему-то сторонники здорового питания вот фанатично относятся вот к тому, что мы едим. На все остальное, ну так, поверхностно обращать мне, друзья, нужно, чтобы все было гармонично, все в меру, и везде должна быть золотая середина, помните? Если бы мясоеды вели себя как веганы. Этот салат настолько отвратителен. Я полностью потерял аппетит. Получается такая веселая картинка. Одна из самых основных причин, почему у человека гипертония или вот это вот высокое артериальное давление, это густая кровь. Не является ли причиной высокого артериального давления то, что приводит к густоте крови? То есть отмотаем еще на одну серию назад. Я бы определил, когда нужно ходить в врачу с высокими цифрами давления, когда есть высокие цифры давления, и вам не по себе. Таблетка от головной боли, от высокого давления. Человек съедает таблетку, но у него никуда не пропадает головная боль. Она где-то внутри остается. Клетки продолжают страдать от недостатка, от катастрофического недостатка кислорода. Мы просто блокируем, чтобы не испытывать болевые ощущения. Это все равно, что приводил уже не раз такой пример. Зажать палец в дверь и с обратной стороны его мазать зеленкой и бинтовать. Якобы полегшает. Нужно открыть дверь и достать этот палец. Вот и все. К слову, одна таблетка ножпы блокирует лимфоотток от печени на энное количество. Я не помню, сколько времени. Теперь ножпа в новой упаковке. Теперь ножпа выгоднее на 40%. И вот давайте представим на минутку, какой колоссальный вред и какую нагрузку вызывают таблетки, которые человек пьет 5, 10, 15 лет, снимая себе постоянно симптомы. Это же все никуда не девается, накапливается. Понимаете, какая штука? Наш организм, он понимает органическое, вот натуральное, природное. Он не понимает, что такое химия, что такое синтетика. У него нет ферментов особых для того, чтобы это как-то усвоить. Но самое печальное, у него нет каких-то механизмов, чтобы вот эту всю синтетику, всю эту химию как-нибудь вывести. Виагра и алкоголь. Стоит или не стоит? Не желаете ли трахнуть по маленькой? И вот, друзья, смотрите, какая получается картинка. Если мы будем подходить к вопросу появления симптомов только лишь с точки зрения восточного подхода, где взаимосвязано все со всем, где все так называемые болячки спускаются с тонкого плана, переходят на материальный уровень, мы можем немножко потеряться ровно так же, как если бы мы рассматривали четко с позиции восточной, то есть западной концепции. Есть симптом, вот таблетка. Не помогает одна таблетка, держите вам другую таблетку. Почему мы можем потеряться? Потому что, конечно, наука достаточно серьезная и тонкая. Понимать, как это все наши мысли, помыслы, эмоции, наша психология отражается в нашем теле. Задумываться о вечном, о взаимосвязи всего со всем. Но, смотрите, есть материя, это наше тело. И самое тонкое в нашей материи, это наши жидкости, наша кровь и наша лимфа. Вот почему я пристальное внимание им уделяю. И вот, когда у человека болит голова, к примеру, или он не может сходить опорожнить кишечник 2-3 дня, ни о какой вечности он особо думать не будет. Ему будет ни до йоги, ни до медитации, не конкретно вот йога с медитацией, это все хорошо и замечательно. Но выравнивать свое физическое состояние необходимо. Почему? Потому что если мы поможем организму чисто вот на физическом плане, то, глядишь, уже и мысли посвежеют, и бодрость, и энергия появятся, и уже будет возможность и время рассуждать о вечном. Так быть или не быть? Будь или не быть. Напоследок приведу такой очень интересный образ, вот пришел на ум. Смотрите, если у нас есть рубашка, на которой есть грязные пятна, что мы делаем? Мы бросаем в стиральную машину и ее стираем. Все. А вот представьте, что рубашка – это наше тело. Есть какие-то пятна, есть какие-то застой, сгустки, есть опухоли, аденомы, кисты, мастопатия, все что угодно. И вот вместо того, чтобы бросить в стиральную машину и нормально выстирать, мы, с одной стороны, ходим ко всяким магам, гадалкам, эстросенсам, космоэнергетам и так далее. Никого не хочу обидеть, друзья, но целесообразно ли рассматривать и изучать это все, характер этих пятен, их количество, их размер, всевозможные исследования, что касается точной медицины, или же сидеть над этими пятнами, как-то там рассуждать, о, откуда они появились, ведь, может быть, карма такая, кого-то я там обидел, и вот у меня это все проявляется. Можно менять, там, установку свои какие-то внутренние по поводу этих, как к ним правильно относиться, аффирмации какие-то себе прописывать, понимаете? Вот если мы видим такого человека, который не решает вопрос сразу же, ну, как следует это решать? Лично мне охота треснуть, знаете ли, звонкий подзатыльник, сказать, да брось ты свою рубашку в стиральную машину, постирай в конце концов. Хватит носиться с этими пятнами, как дурень с писаной торбой. Начинать вообще любые оздоровительные программы, любые очистительные процедуры нужно с самого элементарного приведения в нормальное состояние нашей крови и лимфы. Это как, знаете ли, есть какая-то проблема, какая-то в кавычках, опять же, болячка. Это как решить какое-то сложное уравнение. Ну, мы можем его решить, если выучим табличку умножения. Вот приведение крови и лимфы порядок – это как таблица умножения. Работать с сосудами, с кишечником особо-то и не получится. Почему? Потому что они ответственны за жизнеобеспечение каждого органа, каждой системы. Вот в каком состоянии они будут, вот таково будет наше здоровье. Я вам еще раз искренне желаю решить все свои задачки, начиная вот с самого важного, с самого главного – изучать табличку умножения. Ну, а я по мере сил возможностей буду делиться с вами этой объективно важнейшей информацией, которая, не постесняясь этого слова, помогла уже огромному количеству людей решить свои вопросы по здоровью, потянув за нужную ниточку, размотав вот этот клубочек. Для этого потребуется определенное время. Ни один врач, ни один специалист, никто не может сказать, сколько нужно для того, чтобы решить вопрос какого-то хронического тока, хронического характера. Но приступать к этому необходимо, чем быстрее, тем лучше. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, будьте здоровы, до скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok